Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Обещали в срок, но опоздали. Глава Дагестана жестко высказался о строительных организациях, которые срывают сроки проведения ремонтных и строительных работ. Готовил закладки, угодил за решетку. У 25-летнего жителя Махачкалы оперативники обнаружили 400 грамм эфедрона. Рис у России будет. В Министерстве сельского хозяйства Республики заявили, что Дагестан обеспечит продовольственную безопасность страны. Путь к мечте. Юные дагестанские гимнасты готовятся к новому сезону. О том, кто их готовит и как этот вид спорта развивается в Республике, смотрите в выпуске. Глава Дагестана жестко высказался о подрядных организациях, которые срывают сроки проведения ремонта и строительных работ. Сергей Меликов заявил, что такие подрядчики должны быть включены в приестр недобросовестных поставщиков услуг. Ни один из них не должен заниматься строительством, тем более социальных объектов, сказал глава на совещании по актуальным задачам деятельности органов власти. Эту тему Меликов затронул, говоря о вопросе готовности школ к новому учебному году. Напомним, в этом году 210 зданий школ откроются после капитального ремонта. Более 400 граммов мифедрона обнаружено у 25-летнего жителя Махачкалы. Он планировал их разложить в закладках по всему городу. Оперативники вышли на подозреваемого по наводке. С целью проверки сведений полицейские установили наблюдение за гражданином и задержали его. В ходе осмотра квартиры, в которой проживал злоумышленник, был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотиками. Мужчина вину свою признал. С 1 сентября для аграрии внесение данных в систему прослеживаемости зерна станет обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Система создана для эффективной работы российского бизнеса в условиях прозрачного рынка. Система предназначена для обеспечения прослеживаемости партии зерна и продуктов его переработки. В данной системе будут оформляться товаросопроводительные документы. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает всех участников системы, а именно сельхозтоваропроизводителей, экспортеров, импортеров, перевозчиков, элеваторов о том, что с 1 сентября 2022 года предоставление данной информации в систему станет обязательной. Удобрения и химикаты также будут под строгим контролем. Регистрация сельхозпроизводителей в системе «Сатурн» станет также обязательной с 1 сентября. В системе «Сатурн» с 1 сентября обязаны зарегистрироваться все хозяйствующие субъекты. Это будут юридические лица, индивидуальные предприниматели, физлица. Несоблюдение этих регламентов и правил применения может нанести вред и здоровью граждан, также и окружающей среде. Таким образом, прослеживаемость – это необходимая мера, и поэтому они с 1 сентября являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов. Дагестан обеспечит продовольственную безопасность страны по рису. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства республики. Все дело в том, что Краснодарский край из-за аварии на Федоровском гидроузле в этом году может недополучить ожидаемых объемов риса. Но, по прогнозам Национального рисового союза, это не несет угрозы продовольственной безопасности России. Во многом, благодаря увеличению площадей под рисовыми чеками в Дагестане. В прошлом году площадь посевов риса в регионе составила 27 тысяч гектаров, а воловой сбор превысил 119 тысяч тонн. А в этом году площадь превысили 30 тысяч гектаров. 18 улиц отремонтируют дополнительно в Махачкале. Плюс к 38 улицам и автодорогам, отремонтированным в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в столице будут отремонтированы дополнительно улицы в рамках регионального проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр города Салман Дадаев. Все работы будут завершены до конца этого года за счет транспортного налога. И в продолжении городской темы Салман Дадаев осмотрел лицей номер 39. Совместно с градоначальником общеобразователя учреждения посетили вице-премьер Муслим Телекавов, министр образования Яхья Бучаев и в Рио начальника городского управления образования Марат Ибрагимов. В нескольких столичных школах, где проводится капитальный ремонт по президентской программе, есть риск, что работы могут не успеть закончить до дня занятий. В этом лице был также заявлен большой объем работ. На месте одновременно идет обновление фасада и внутренняя отделка. Работы не завершены и директору лице рекомендовано предусмотреть учебное расписание с учетом скользящего графика на период завершения ремонта. Три смены. Три смены, да. Мы все равно не помещаем. Три шестой же. Началка. 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 Вот где-то вот по этому скользящей графику мы даже четыре предполагаем. Вот на эти два-три дня. Нужно быть все дети. Но это мы завершим свое время. Заранее обговорили, напротив политех, чтобы они не верили к обстоятельству. У нас 46-я есть. 46-я есть, и вот напротив политех. Почему не попросили? Два недели. Часть детей. Депутаты Махачкалы подключились к ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Председатель городского собрания Марис Ильясов оказал поддержку многодетной семье. Марк и Фаина воспитывают восьмерых детей. Помимо школьных принадлежностей и канцелярии, Ильясов подарил ребятам одежду и обувь. Сиротам Кемеровской области рассказали о культуре и традициях Дагестана. Дети благодаря мероприятию узнали об искусстве народных умельцев, о быте и обычаях жителей страны гор. Особое внимание было обращено на дагестанскую семью, которая держится на добрых традициях человечности. Самое главное из них – уважение к родителям и старшим. Общественная организация «Региональный центр культуры и сохранение традиций народов Дагестана» в Кузбассе периодически проводит подобного рода мероприятия в различных социальных учреждениях, в частности, в детских домах и в домах престарелых. Жители Дагестана предупредили о сильной жаре до 43 градусов 1 и 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления МЧС России. Высокую температуру прогнозируют в низменных и предгорных районах. Предупреждение поступило от синоптиков. Согласно рекомендациям МЧС, при сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую одежду, желательно из хлопка, с головным убором и чаще находиться в тени. Юные дагестанские гимнасты готовятся к новому сезону. Впервые региональная федерация спортивной гимнастики организовала 11-дневный сбор, где ребята смогли повысить уровень своего мастерства. Занятия проводили чемпионка мира и Европы Татьяна Набиева и чемпион страны Михаил Воднер. О том, как в республике развивают этот вид спорта, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Хабиб, это тоже часть вашего вида спорта? Да, такое тоже бывает. Сорванные мозоли, ушибы и ссадины. На пути к мечте не страшны никакие преграды. Девятилетний Хабиб Качаев уже три года тренируется в этом зале. Юный гимнаст ставит перед собой самые большие цели и знает, что нужно для этого делать. Чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно тренироваться, не сдаваться. Нужно каждый день ходить на тренировки, слушать тренера, не халтурничать. Даже если он отворачивается или отвлекается, нельзя халтурить. А нужно только еще лучше стараться делать. Есть желание, придут опыт и мастерство. Своими навыками с дагестанскими гимнастами делятся титулованные Татьяна Набиева и Михаил Воднер. Чемпионка мира и Европы приезжает в Махачкалу уже пять лет. С первых дней развития вида спорта она помогала президенту федерации Гаджимураду Магомедову. С самого начала, когда я сюда приехала и увидела вообще в принципе детей здесь, в Дагестане, я сказала, что у этих детей есть характер. То есть у них в принципе, как у всех дагестанцев, по рождению есть воля к победе и какие-то стремления не сдаваться, что меня в принципе и зацепило. Конечно, мы начинали, Гаджимурад Магомедович начинал вообще с низов, с самого вот прям вот низа-низа. А сейчас у него такой прекрасный зал. Спасибо Министерству спорта за поддержку. Привезли ковер, поселили очень хороший, который нужен обязательно детям. И за внимание. Две тренировки в день. Для дагестанских детей такой режим учебно-тренировочных сборов – это новый опыт. Здесь они больше работают над координацией и физподготовкой. Под чутким контролем тренеров отрабатывают базовые, простые и сложные элементы. Обычно принято проводить три тренировки в день, но мы решили пока обойтись двумя тренировками. Между тренировками девочки находятся здесь. Отдыхают. Ну, они отдыхают, перекус у них с собой бывает. Ну, пока такой опыт, первый опыт у нас сборов. Конечно, эффект от сборов идет как от месяца, от двух месяцев обычных тренировок. То есть мы за один день сбора успеваем пройти практически все снаряды, которые мы на обычных тренировках делим на 2-3 дня. Приезд чемпионов, уверенный в федерации, даст новый импульс развитию дисциплины. За пять лет спортивная гимнастика в регионе сделала большой скачок. До олимпийских побед нам пока далеко, но детишки регулярно привозят медали с различных всероссийских турниров. На соревнования ехала много раз. Ездили в Нальчик, в Москву, в Ярославль. И здесь по Дагестану? Да, и в Есен-Токе тоже. Сколько медалей у них по Дагестану? 18. Мне очень нравится Дарья Спиридонова. Она выступает на олимпийских играх. И ты тоже, наверное, хочешь добиться таких высот? Да, хочу. Мне нравится бревно, нравится мне, акробатика нравится, вольные тоже нравятся мне, брухи. Есть какая-то мечта у тебя в этом виде спорта? Хочу стать тренером. Тренером хочешь стать? А вот многие хотят олимпийским чемпионом стать. Ты сразу тренером хочешь стать? Не, ну олимпийским чемпионом тоже хочу стать. А потом тренером? Да. В новом соревновательном сезоне первой проверкой сил для гимнастов станет первенство города, которое пройдет в конце сентября. Также осенью запланирован еще ряд региональных и всероссийских турниров. Турбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. У меня на этом все. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин